Насколько сложно строить бюджеты в условиях глобального кризиса и кризисных явлений в странах СНГ? Мы пообщались с Сергеем Соловко из INC Research. Если говорить про построение бюджета в наших кризисных явлениях, в событиях, что происходит в Украине, то как поменялся ваш подход к построению бюджета? Или он не менялся вовсе? Не совсем. Такая ситуация встречалась в международной компании фактически on daily basis. На самом деле Украина не одна в зоне турбулентности. Для международного бизнеса, если он работает в десятках стран, то такие ситуации случались и ранее. Поэтому существует мастер-бюджет в той валюте, которая согласована. Например, это доллары США или для некоторых рынков евро. Они реализуются с индикативными коэффициентами. Например, если идут локальные затраты в локальной валюте, соответственно, принимается курс валют. То есть это достаточно изменяемая вещь, флексибл. То есть есть мастер-бюджеты в валютах, тех, которых назвал. Есть локальные бюджеты на локальные расходные или доходные виды активностей. Поэтому я не скажу, что это что-то уникальное. Есть ли какие-то особенности построения бюджета компании, у которой есть материнская компания в другой стране? Нужно ли учитывать какие-то законодательные факторы этих стран, которые по факту являются собственниками представительства или отдельной компании? Безусловно, это существует. Существуют компании международные, транснациональные, и в том числе и компании, которую я здесь представляю. Безусловно, допорядочные платильщик всех налогов. Главный принцип прозрачность для компании, которая штаб-квартира в Америке, это стандарт поведения. Соответственно, все отчисления, которые планируются по всем налоговым отчислениям, что по фонду, оплаты труда, социальные налоги, подоходные налоги, НДС, корпоративные налоги, это все просчитывается абсолютно прозрачно. И базируется на скандалитах в каждой конкретной стране, в том числе и нашей стране. Приходилось ли вам пересматривать свои бюджеты из-за тех событий, что происходили в Украине? Да, безусловно. Любое изменение законодательства идет к пересмотру. Ну, например, последний из налогов был военный сбор в полтора процента, как отчисление дохода наших сотрудников. Соответственно, пришлось объяснять всем нашим партнерам на Западе и в Украине о том, что такой налог был введен. В частности, он затронул фонд оплаты труда. Соответственно, сотрудники получили меньше дохода, но все абсолютно понимают, почему это произошло. Ну, то есть надо учитывать законодательство своей страны, учитывать законодательство той страны, которая является материнской компанией, и пересматривать чаще бюджеты. По-вашему, какие, может, новые тенденции будут появляться в построении бюджета? Или это старые программы, только просто они модернизируются и добавляются какие-то новые параметры? Мы живем в изменяемом мире. Такие вещи встречались и ранее. Просто сейчас для Украины и для нас частота изменений повысилась. Это вырос уровень энтропии в системе. Он энергозатратен. Просто надо более быть внимательным и быть готовым к изменениям. Почему? Чтобы информировать, собственно, всех заинтересованных сторон и собственных компаний в измененных кэшфлоу, например. По той причине, что мы все понимаем, что изменение законодательства и изменение бюджетной базы растет, в частности, в большей степени увеличение затратной части. Поэтому надо быть этапотовым и адекватно реагировать на такие вещи. Привлекаете ли вы какие-то аутсорсинговые компании, аудиторов для того, чтобы они пересматривали ваши бюджеты? Или вы полагаетесь на собственных специалистов? Бюджетирование – это внутренняя вещь. Мы используем консультативные услуги компании «Большой четверки». Мы используем в виде консультантов. Но работать с бюджетом – это внутренняя прерогатива компании. Как у вас построена система? Это бухгалтер строит бюджеты или, в частности, вы с какими-то финансовыми отделами вместе проводите консультации? Это немножко сложнее, потому что весь этот бизнес, в котором существуют выделенные проекты. Это называется проектные расходы или path-through расходы, которые согласовываются с финансирующими организациями, со спонсорами, так называемыми, которые могут быть и фармацевтические компании. Там особая схема бюджетирования. Это как в долгосрочных проектах. И существуют, естественно, overhead costs, которые включают и материнскую компанию, и локальные компании. Они тоже просчитываются, просчитываются в разрезе 12 месяцев. Индикативно еще плюс 24 месяца. То есть это такой долгосрочный проект? Да, роллинг, перетекающий, да, безусловно. Перспектива 36 месяцев, 12 видим ближе. В разрезе клинических проектов и в разрезе overhead costs. По-вашему, что-то поменять? Вы говорите, что мир остается изменчивым, что постоянно что-то меняется. По-вашему, что именно сейчас для вашей компании может поменяться формирование ваших бюджетов? Может. Мы очень сильно зависим от общей активности, от цены привлекаемых ресурсов. Компания зависит. Вот эти параметры меняются. Безусловно, есть очень жесткая зависимость на уровне спокойствия в стране. То есть в данном конкретном случае мы очень турбулентны и готовы к изменениям. По той причине, что часть территории страны сейчас практически не контролируется. А для нас это чрезвычайно важно. И, соответственно, безусловно, по результатам года будут пересмотрены наши планы на 2014 год. На конец 2014 и на 2015 год по стране. О прогнозировании собственных бюджетов мы пообщались с Сергеем Соловко из INSIRIS SEARCH. Спасибо за ваше внимание. С вами был Евгений Бенца, специально для Dukascopy TV из Киева. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!